Привет всем! И снова у меня появится ошибка P2015 Татчика положения заслонки впускного коллектора Эта ошибка довольно распространенная ошибка для разных марок автомобилей Я буду показывать на примере Passat CC Но принцип LVSD почти одинаковый В этом видео коротко я расскажу как продиагностировать На что обратить внимание и как устранить эту ошибку Об этих хитростях и тонкостях даже не знают в сервис центрах И будут вам там мозги колбасить В одном из моих видео я рассказал как два года назад устранил эту ошибку И что нужно сделать для этого Ссылка на тот видео появится вот тут В правом верхнем углу Эту ссылку также найдете тут внизу в описании этого видео Обязательно посмотрите Там я подробно рассказываю о нюансах диагностики И как устранить эту ошибку Тут в этом видео я покажу еще интересные моменты Которые обязательно вам пригодятся для устранения этой ошибки Значит установив два года назад китайский коллектор Я попрощался с этой ошибкой Но недавно заметил что китайский коллектор Начал воздух подсасываться около рычага вакуумника И вынужден пили заменить ее Почему не советую установить китайский коллектор Об этом тоже есть у меня видео И ссылку оставлю ниже в описании этого видео Как только заменил и установил немецкий коллектор Через несколько километров заметил Что чек у меня загорелся И вылезла ошибка ПИ-2015 Перед установкой БУ немецкого коллектора ПИЛ у меня опыт И внимательно проверил на люфте И все такое Также перед установкой с помощью компьютера Проверил угли поворота датчика положения заслонок Было все в порядке И принял решение установить Но мои надежды не оправдались Сначала подумал что может датчик положения заслонок Иногда отсечку дает И в этом причина ошибки Снова перепроверил много раз И всегда в компьютере видел Что датчик работает отлично И угли поворота от 0 до 99 Как положено показывается точно Как это проверяется я хорошо объяснил в другом видео И тут не буду подробно останавливаться Чтобы проверить угли поворота Нужно подсоединить к ЭБУ компьютер И с программой ВАСИА диагноз Или другими продвинутыми программами В 142 группе отследить и предиагностировать Простой АБД-2ЛМ-327 сканер В этом вам не помогут Тянул я вот этот рычаг вагумника на себя С открытым зажиганием На незаведенном двигателе Просто зажигание нужно открыть Чтоб программка соединился к ЭБУ машине Выжимали этот рычаг наверное 20 раз И угол всегда был правильный Значит татчик угла поворота никакого отсечки не дает Когда я убедился что татчик с татчиком все в порядке И знал еще что сам коллектор не имеет никакого люфта Перешел на другой шаг поиска неисправности Как коллектор проверить на люфт я показывал в другом видео Значит после этого я решил проверить систему вагума Для этого заводим двигатель И наш помощник газует и поднимает обороты двигателя на более 3000 оборотов Мы наблюдаем за этим рычагом Когда наш помощник прогазует и обороты перешагнут 3000 В это время вот этот рычаг точно стереться с места Выжимается и потом сразу она сам возвращается к своему начальному положению Внутри коллектора в это время открывается заслон Если рычаг не двигается при достижении 3000 оборота Это говорит о неисправности и нужно искать причину Я заметил что иногда рычаг двигается А иногда нет Значит нужно было искать причину дальше Проверили поддается или нет вагум электромагнитного клапана Что мы для этого делаем Отсоединяем вот этот шланг от клапана Заводим двигатель И вот таким легким подтрагиванием пальцем на трубку Проверяем подсасывает ли там воздух Если подсос есть значит трубке вагум есть Чтоб качество вагума было хорошим Снимаем другой конец шланга Трубки от вагум насоса Вот тут осторожно чтоб не отломать там тонкую пластмассовую трубку На тройнике и продуваем трубку Потом вот такую тонкую пластмассовую трубку Проволоку или иголочку Просуниваем трубку в вагум насоса И стараемся там аккуратно почистить Нет ли там загрязнения Иногда и загрязнение вагум каналов Является причиной ошибки при 2015 После этой процедуры Надеваем этот шланг обратно на вагум насос Другой конец этого шланга надеваем Соединяем напрямую на шланг вакуумника Приводного рычага заслонок Значит исключаем из схемы электромагнитный вакуум клапан Снова заводим двигатель И если этот рычаг начнет двигаться Значит все в порядке И это свидетельствует Также о том что С мембраной внутри В приводном механизме Также все в порядке Вот тут внутри Находится резиновая мембрана Если в патрубке вакуум есть Но рычаг не двигается Причиной может быть Прорванная мембрана внутри Иногда рвется мембрана резиновая Внутри приводного механизма И придется заменить Чтоб убрать ошибку 2015 И если тут тоже все в порядке Переходим к следующему шагу проверки Для выявления причины ошибки ПИ 2015 Проверяем вакуумный электроклапан Кстати Если кому оно нужно Оставляю ссылку для покупки на Алиэкспресс Внизу в описании этого видео Вот артикульный номер Уже была важная причина Подозревать что С электромагнитным клапаном Что-то не в порядке Также было подозрение Что причина В кабеле или в штекере Может быть там был обрыв Или окисление какого-то контакта Такое тоже может быть Пошел на рынок и сказали Что новый вакуум клапана Зря ищу Снял у друга две штуки ПИУ клапана с договором Что если подойдет куплю А если нет верну Оставили первую Вторую И то же самое песня Клапана вернул хозяин Продолжаю искать причину Отсоединил все шланги На этом клапане Потом Перерезал провод С кусачком И достали его Внутри этого деталя Имеется электромагнитная катушка Проверяем сопротивление Проверяем сопротивление мультиметром Должно быть примерно 30 км Если сопротивления нету Значит катушку на 100% нужно менять Если сопротивление есть Значит так же проверяем проводку и штекер Подсоединяем на катушку штекер С отрезанными приводками Подсоединяем на конце проводок мультиметра И начинаем дергаться туда Сюда Шевелим катушку И убеждаемся что в проводке нету обрыва И со штекером все в порядке Если все окей После этого Проверяем катушку на аккумуляторе Удлиняем проводку И подсоединяем на аккумулятор На 12 вольт У этой катушки есть полярность И на некоторых катушках отмечено Плюс и минус Но на моем катушке этого не было Я забыл соблюдить полярность И черт его знает Как я подсоединил на аккумулятор Но ничего страшного не произошло Ничего не взорвался И все мы живы И в целостности При подсоединении Катушка щелкала Тикала внутри клапан Значит клапан работал нормально Потом Открыть заднюю крышку Клапана И там уже пропалона Фильтр не присутствовал Вот старости Наверное Развалился Иногда Внутренние отверстия Этого клапана Засоряются И забиваются Пропщик Вот таким инструментом Несколько раз внутри Чтоб пропщикать И промыть второе отверстие Нужно в это время Клапан То соединить То разъединить От аккумулятора После этой процедуры Продули клапан И они продуваются Лучше Чем раньше Оставили все шланги И соединили проводки С помощью паяльника Стираю ошибку С помощью ЭЛМ-327 И завожу Двигатель Поработал чуть-чуть Ключу мотор Читаю ошибки И оно снова Тут присутствует Снова стираю И несколько раз Делаю то же самое И ошибка все равно Не уходит Черт возьми Что это такое Ведь мы все проверили Идем снова на рынок И ищем новую катушку Но нигде ее нету Решил вернуться домой Снова тщательно Продиагностировать И постараться Адаптировать С помощью компьютера На вазке Но друг советует Давай зайдем В мастерской в сервисе Там хороший компьютерщип Пусть продиагностирует И послушаем Что он скажет Потом выяснилось Что этот хороший компьютерщип В кавычках Заходим в сервис Через несколько минут Наша очередь Подсоединять нашу машину На компьютер И вердикт У вас ошибка Заслонок Пи-2015 Пила У нее Другая программка На компьютере С другим интерфейсом На английском языке Начал Объяснять теорию Что за Эта ошибка И зачем Эти заслонки Вообще нужны Здравствуйте Это И я сам знаю Подумал я Давай-ка Ты сейчас Адаптируй мне Заслонки Говорю я Что за Адаптация Какая Адаптация Спрашивает Нехороший Компьютерщик На УАСК Программке Есть Опция Адаптация Системы А На твоем Программке Нету Такое Спрашиваю я Мне нужно Что-то Подобное Делять Если Проблемы Нету Ошибка Не вылезает Есть ошибка Значит Проблема Не исчерпана Говорит Он И начинает Рассказывать Что Точно Такая Проблема Была У ее Друга И в сервисе Ваг В Тбилисе За неделю Устранили Ее Садится Он Машина За рулем И снова Начинает В компьютере Что-то Ковырять Вот тут Что ты Говорил Об адаптации Делаю Тот Операцию Говорит Хороший Компьютерщик Вдруг В ее Программке Я поймал Знакомый Интерфрейс И говорю Давай я заведу Двигатель И посмотрим Угол открывания И закрывания Заслонок Нет Этого Делать Нельзя На заведенном Двигатель Говорит Он Черт побери На вазке Я наверное Сто раз Делал Такую Процедуру И Ничего страшного Не произошел Ничего Не взорвался И все В порядке Но я не начал Настаивать Заплатили Деньги И ушли Оттуда Часто Вот такие Сервисмены У нас И у вас Наверное То же самое Друзья Выходим На улице То разгоняем Машину То останавливаем То глушим Двигатель И снова Запускаем И Как приятно Было смотреть Что чек На приборке Не загорался И ошибка ПИ-2015 Уже Не появлялся Все-таки Адаптация Помогла Радовался Я Раньше Ничего Я не Адаптировал И система Сама Адаптировался Но Этот раз Не так Было Системе Потребовался Адаптация И это Можно было Селять И на Вазке Дома Но Хорошо Что Снова Не придется Поковыряться И уже Все В порядке Ура Товарищ Вот Так Закончится Моя Эпопея И Сейчас Все В порядке У меня После Устранения Неполадок Обязательно Делайте Адаптацию А то Иногда Мозг Эбу Машине После Ошибки Или После Ремонта Неправильно Начинает Отсчитывать Угли Поворота Заслонок И Без Адаптации Будет Всегда Видавать Ошибку ПИ 2015 По идее После Нажатия На кнопке Войти В 142 Группе Система Сама Должна Адаптироваться И Вот тут В окошке Появится Информация Об Успешной Адаптации Если Вы Уверены Что В системе У вас Все Татчики И так далее Нормально Работают И Все Так Сослонки Не Адаптируются Тогда Ищите Хороший Компьютерщик В вашем Городе И Попробуйте Сделять Это На Другом Программке Сейчас Я Думаю Причина Поломки Пила В Согрязненом Электромагнитном Клапане Или В том Что Когда Я Дома В программке Васка В окошке В группе Вводил Цифры 142 Не Нажимал Кнопку Войти А Просто Нажимал Кнопку Энтер И Поэтому Система Впускного Коллектора Не Адаптировался Если Есть У кого На Этому Ответ Пожалуйста Пишите В Комментариях Ну И В конце Этого Видео Хочу Попрощаться Хотел Ее Покороче Сделать Но Не Получился Просто Подписаться На Канал Ставьте Лайки Комментариях Пожалуйста Пишите Вашем Опыте Спасибо За Внимание И Удачи Всем Субтитры 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 Субтитры